1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Это Dryland. Спортивные соревнования, причем списки участников определяются не по количеству людей, а по числу собак. Сибирские хаски, якутские лайки, аляскинские маламуты. На старте – северные ездовые породы. 3, 2, 1. В состязаниях два этапа. Самый зрелищный – байк-джоринг, гонка на велосипедах в собачьей упряжке. Следом – соревнования по каникроссу, бегу на дистанцию в три километра, которую спортсмены преодолевают вместе с собакой. Пошли, пошли, пошли! Лево, катер, лево! Вперед! Данное мероприятие не только в Севастополе, но и в Крыму проводится впервые. Первый раз мы организовываем, первый раз участвуют люди севастопольцы и крымчане коренные. И очень много к нам приехало гостей из совершенно разных уголков России. Ставрополь, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар. Вместе с хозяевами в Драйленде участвуют около 60 собак из разных городов. Знакомьтесь, это знаменитая собака-забивака. Хотя на самом деле пса зовут Алмаз, сокровище Аннабара. Яркий представитель породы якутская лайка приехал из Сочи. Именно он стал прототипом символа Чемпионата мира по футболу 2018 года и предсказывал исход матчей российской сборной. Сегодня сам участвует в чемпионате. Эти питомцы – члены семьи. Они живут в любви и заботе, сытно едят, гуляют и много путешествуют. Чтобы участвовать в соревнованиях, нужно пройти курс послушания. А сами состязания для собак этих пород в радость. Эти собаки природы изначально были как ездовые, поэтому для этой собаки это все равно, чтобы человеку сходить на работу. И не имея тренировок, и не занимаясь этим, собаки говорят, вот собака начинает дурю маяться. Вот в данной ситуации для них это реально радость. Для них это такая же работа, как для людей сходить на работу. Они относятся к этому очень хорошо. Когда говорят о ездовом спорте, многие представляют северных собак и заснеженную тундру. Действительно, гонки на собачьих упряжках – одна из спортивных дисциплин. Dryland – это ее бесснежный аналог. С английского буквально переводится как «сухая земля». Изначально это были просто тренировки для поддержания физической формы и навыков собак в теплое время года. А теперь Dryland по популярности не уступает гонкам на снегу. Это аборигенные породы собак, поэтому практически, слава богу, по здоровью у них проблем больших нет. А уход каждодневный – это как за любым домашним питомцем. Поэтому особого ухода не требуется. Да, есть тренировочный режим кормления, есть спортивный режим кормления. Но это уже особенности именно соревновательного процесса. Кроме хаски, маламутов и лаек в соревнованиях участвуют бультерьеры, бордер-колли и доберманы. А сам чемпионат проходит благодаря обаятельной Айсике. Это двухлетняя хаски, хозяева которой настолько вдохновились породой, что решили провести первый в Крыму и Севастополе Dryland. Появилась наша семья классическим вариантом. То есть принес сын как раз на Новый год, два года назад. Ему подарили девочки в медицинском колледже. Естественно, что папа, я буду ее кормить, я буду с ней гулять. Ну вот, классика. Теперь папа гуляет с мамой. Не просто гуляет, а еще и бегает, и прыгает, соревнуется. И покопать это... Лепиное дело? Да, песочница любая. На месте все, песочница будет разрыта. Корешки выкопаны. Абсолютно дружелюбная собака. По характеру очень добрая. Со всеми готова обниматься, целоваться. Ну вот такие. Мы не охранники. У каждого своя задача. Есть специальные собаки для охраны. А вот у нас вот такая вот. Глаза разных цветов не только у Айсики, но и у других участников Dryland. Это особенность породы. По старинной якутской легенде, такой зверь обладает магическими свойствами. Екатерина Коломец, Юрий Реутин, Севинформбюро.